ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ А скажите, за что задержали женщину? Сейчас опросят ее и все. На дистанции распространяло. Но остановить все подходящих на площадь людей было невозможно. Более 250 собравшихся разошлись по всей площади. Кто-то общался с депутатами от КПР, кто-то просто наблюдал за происходящим. Я пришла на данную встречу, видела в интернете, в контакте, в группе о том, что будет митинг согласован. Против фальсификации выборов. Меня, конечно, поразили эти события. Придел выборный продолжается. Поэтому я пришла, чтобы выразить свое несогласие к данным выборам. И я тоже требую отменить результаты выборов. А вы как участвовали на этих выборах? Я голосовала, я отдала свой голос. И получается, что мой голос просто был украден. Потому что я видела фотографию, что Ростовская область, по данным ЦИК, передала телекомпания «Россия-24», проголосовала на 146. Целых там 90 с чем-то тысячных процентов. Такого быть не нужно. А вы как-то участвовали на этих выборах? Ну, как обычные, как голосовавшие. А каких-то нарушениях слышали, может быть, даже видели? Да, это хит. Ну, лично я нет. Я просто пришел, сразу проголосовал и ушел. А почему вы тогда сюда пришли только? В 11 часов. Потому что это очевидно все. Что были нарушения, да? Абсолютно, конечно. И что вы хотите доказать тем, что сюда пришли? Ну, во-первых, требования полностью. Здесь, в принципе, пересчет голосов, он тоже такой же абсурд будет, поскольку массовые сборосы были. Это очевидно все. Вот. Ну, поддержать, собственно, всех людей. То есть вы требуете, чтобы аннулировали, да, результаты выборов? Ну, мы понимаем, что это невозможно. Никто нам этого не позволит просто-напросто. Но хотя бы изъявить свою волю. Я в этом году решила побыть реальным, настоящим наблюдателем на выборах. Это была моя первая такая гражданская акция. И я была членом сощительным голосом. И могу сказать, что на моем участке итоги выборов были полностью спальсифицированы. А на каком участке где-то? Участок 1356, мета-школа номер 6, Варшиловский район. Я написала больше 10 жалоб в ТИК. Четыре раза приезжала комиссия. У меня есть фото и видео доказательства фальсификаций. Но, к сожалению, поддержка этих нарушений была с самого верха. То есть комиссия ТИК, которая приезжала, выполняла функцию не контроля, а наоборот поддержки фальсификаций. В частности, у нас в городе Новошахтинске 56 избирательных участков. Были переписаны протоколы на 39 из 56 избирательных участков. Убрали, естественно, голоса о Компартии, о ЛДПР и у других партий. Но, как ни странно, приросла голосами Единая Россия. Вот я пошел, взял открепительное удостоверение. Вечером супруга моя пошла на избирательный участок и увидела, что за меня проголосовали. Мое мнение такое. Мы, свободные граждане, пришли сделать ревизию на выборах, проделанной работе. Тем самым выбрать ту или иную партию демократичным способом показать, что нам не нравится это. Мы хотим другую партию, мы хотим другую политику. Но Шайка Юсова во главе с избирательным участком извратили наш выбор, совершили целый букет уголовных преступлений. Тем самым они нарушили нашу волю, они нарушили Конституцию. А что творилось все-таки на участке? Все творилось любым путем, но с нарушениями сплошные. Потому я и прошу настаивать на пересчете, вот сколько будет, 17-23 избирательный участок, пересчитать совместно. Это будет доказательством того, что происходило. Потому что в кулачный бой я не могла пойти. И люди у нас тех времен, которые понимали, что всегда выборы проходили по-человечески. Это не по-человечески было. И таким людям быть в школе, вести молодежь, это вечерняя школа, 10-я школа. Ну позорная выборная. Такого поведения не должно быть. Простояв более часа, представители правоохранительных органов и коммунистической партии попросили разойти всех собравшихся. В часу дня театральная площадь опустела. На ней остались лишь около 400 сотрудников полиции.